СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК СВОБОДНЫХ Супердержава прожила яркую, но короткую жизнь. Распад СССР стал личной историей миллионов. Государство не стало, а люди остались. И сегодня, спустя 30 лет, мы живем на осколках империи, а она до сих пор живет в нас. Новые серии проекта «Хакасия Лайф» — это не только интересные факты прошлого, но и даже больше рассказ про нас, рожденных в СССР взрослых детях XX века. Это произошло более 30 лет назад, но в памяти будто было вчера. Вечером среды 25 декабря 1991 года мы с бабушкой смотрели телевизор. Выступал президент СССР. Михаил Горбачев рассказал, что он, первый президент Советского Союза, станет последним главой огромной страны, потому что капитан остался без корабля. За две недели до выступления Горбачева, 8 декабря 1991 года, руководители России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о прекращении существования СССР. В силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Так не стало страны, которая, объединив советскую идеологию и традиционные ценности русского мира, победила фашизм, запустила человека в космос, создала огромный военный потенциал и, раскинув сферу влияния России на половину мира, сделала так, что земным шаром по факту управляли всего два государства – СССР и США. Крах супердержавы стал началом изменения всего миропорядка и устройства жизни некогда большой страны. Границы новых государств стали проходить не только через населенные пункты, но и даже через семьи. Клевшие на крайних империи межнациональные распри вылились в вооруженные конфликты в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Абхазии. В Хакасии распад СССР больнее всего ударил по экономике. Рухнувшая империя похоронила под своими обломками легкую промышленность, поставила на грани выживания моногорода и стерла с лица земли целые деревни. Хакасия, деревня Подлиственки, 2022 год. Сергей Батаев – единственный житель деревни Подлиственки. Все уехали, а он остался. Пенсионер садит огород, рыбачит, подрабатывает сторожем на летней ферме. До ближайшего населенного пункта Июса 12 километров. Там живут родственники. Приезжают с гостинцами и часто звонят. Абхазское телевидение приехало. Снимают меня звезду российской эстрады. Родня зовет Сергея к себе, обещает помочь перевезти дом. Бывшие односельчане так и поступили, хотя дело хлопотное. Дома в советское время строили на двоих хозяев. Тогда было удобно. Когда каждый стал сам по себе, не очень. При переезде, чтобы забрать свою часть, надо резать по-живому. Вот и домик Сергея распили на две половинки. Одна уехала в новую жизнь, другая осталась здесь. Так и у Сергея. В прошлом жизнь бела ключом. Сейчас течет неспешно. В этой жизни пылящая по бескрайней степи машина – уже само по себе событие. Подъезжай! Не, шкартура! В Подлистинках Сергей с детства. Отсюда уходил в армию, сюда же вернулся в середине 70-х. Женился, родившегося в годы перестройки сына, в честь главы СССР, назвал Михаилом. В 1988 году, когда Горбачев приезжал в Бакан, местный мальчишка мечтал его увидеть. Лидер СССР долго и красиво говорил, призвал ускориться и перестроиться, чтобы вокруг всего было много, а работать можно было мало. Что так не бывает, стало понятно, когда обещанный Горбачевым социализм с человеческим лицом как-то сам собой превратился в обычный капитализм. В мире, где каждый сам по себе, Сергею осталось место только в Подлистинках. История распада СССР для единственного жителя заброшенной деревни – это еще и история личного одиночества. «Пока я здесь живу, деревня будет. А вон туда уйду на бугорки, все. Больше сюда же никто не приедет. А вот почему?» «Вы-то как думаете, почему?» «Ну как почему? Ну вот погляди. Вот этот меченый. Ну знаешь, про кого говорим. Если бы он не начал свою эту перестройку, и была бы деревня, и все бы здесь жили, все нормально было». На заре перестройки в деревне жило несколько сотен человек. Поля в округе засеивались, в совхозе было 13 аторовец. Гурты на зиму угоняли в тайгу. Сергей вместе с напарниками охранял барашек от волков. Спустя годы все поменялось. Овец становится все меньше, а волков все больше. «Вот тут волки воят на горке». Сегодня деревенский пейзаж слился в картину памятников нескольких эпох. С одной стороны Подлистинок – древние обсерватории сундуков. С другой – пещеры, где в Гражданскую от Гайдара прятался Соловьев. Посреди долины колхозное зодчество – кирпично-соломенные остовые мазанок. Красота! Природа будто подсмеивается над венцом своего творения, усердно отполировывая ветром и приводя к общим знаменателю все вокруг. Люди приходят и уходят, а жизнь идет своим чередом. «Сейчас вот на кладбище придем, я вам покажу все могилы». Местный поглот в сотни метров от дома Сергея. С кем раньше работал, радовался, горевал, жил – все тут. Указатель – деревня Подлистинки – в пору переносить сюда. «Вот, сестра лежит уже 20 лет. Вот брат. А погляди, ну-ка иди, телеведущий, глянь. Похож я на мать, нет? Да ну. Вон сестра лежит, вон племянник, вон зять, вон батя. Видишь, толпа какая-то. И как я могу бросить их?» Среди крестов деревенского погоста выделяется памятник Александре Янгуловой. Александра Ивановна родилась, когда по местным ухабам тряслись на телеге. Ушла из жизни, когда небо над Подлистинками стали разукрашивать следами белой дымки реактивные самолеты. Человек-эпоха. Прожила 104 года. До последних дней на ногах и при памяти. Александра Ивановна много рассказывала о гражданской войне. В Хакасии противостояние продолжалось до середины 20-х годов. А то и дольше. Подлистинки – классический пример, когда брат шел на брата, а деревня переходила то к белым, то к красным. «Опять власть меняется». Красноярский край, Минусинск, 2022 год. Научный сотрудник музея имени Мартьянова Валентин Топчеев показывает уникальные документы. Это часть большой истории гражданской войны, которой белые фактически проиграли уже в начале 20-х годов. Однако Британия, Франция, США и Япония не оставляли надежд разделить Россию на несколько колоний. Поэтому чем больше хаоса будет в стране и чем дольше он будет продолжаться, тем лучше. Так повелось, что сильная Россия в любом ее качестве, что Московское царство Ивана Грозного, что империя Петра Великого, что страна Советов, для Запада все равно, что кость в горле. Сто лет назад на Россию давили со всех сторон. Полыхала Средняя Азия, неспокойно было на западных границах. На востоке Японии, в Сибири бела чехи, итальянцы, англичане. Чтобы собрать воедино рассыпавшуюся на отдельной части империю, прежде всего надо было навести порядок за Уралом. Сибирь и Дальний Восток – это выход к Тихому океану, огромная территория и богатейшие запасы полезных ископаемых. Опасность была всерьез. То есть тот же Алиферов и другие командиры, они рвались за кордон, а потом из-за этого кордона, так скажем, достаточно долго терроризировали данную местность. И кровь лилась рекой. То есть война шла. Поэтому крупное формирование нужно было прихлопнуть на месте. Когда казнили верховного правителя России Колчака, плотом белого движения стало Забайкалье, где командовал атаман Семенов. В то же самое время в Монголии затаился изрядно понюхавший пороху Первой мировой амбициозный барон Унгерн. Он был готов биться с красными до последней капли крови и вынашивал планы создать свою азиатскую империю. В этом питавший слабость к востоку Унгерн рассчитывал на помощь Японии. Она создала марионеточную республику Преамурский земский край и намеревалась попытать счастье в Забайкалье. Авантюра была обречена на провал. У Унгерна не было сил, не было людей, но барон ставил на карту все. Другого пути, как испытать судьбу, не было. Унгерн был не из тех, кто грозил большевикам из ресторанов Парижа. Он фанатично был готов идти до конца, даже зная, что впереди ждет смерть. Принципиальное решение о захвате Унгерна приняли в Москве. Для красных потрепанная армия барона опасности не представляла, но через Унгерна можно было выйти на японцев. Операцию под кодовым названием Унгерн одобрил лично Дзержинский. Ее исполнение поручили Петру Щетинкину. Рязанский крестьянин оказался в Сибири, когда был призван в армию. Служил в Ачинске. Там же женился. В Первую мировую стал полным георгиевским кавалером. В Гражданскую был красным командиром. Бесстрашного Щетинкина называли Сибирским Чапаевым. Ему доверяли в Москве и делали на него особую ставку. В окружении Унгерна внедрили чекистов. Друживший с монголами Щетинкин получал информацию от местных жителей. Операция прошла как по нотам. Унгерна выдали красным сами монголы. Для снабжения своих солдат барон силой забирал у монголов последнее. Щетинкин доставил Унгерна в Новосибирск. Его мундир Петр Ефимович передал в музей имени Мартьянова. Здесь он хранится до сих пор. За пленение Унгерна Щетинкина наградили орденом Красного Знамени и присвоили звание почетного чекиста. После пленения Унгерна белое движение в Сибири окончательно рассыпалось. Чтобы навести порядок на Дальнем Востоке потребовался еще год. 15 ноября 1922 года Советская Дальневосточная Республика вошла в РСФСР. А через месяц был создан Советский Союз. СССР, Москва, Кремль, 25 декабря 1991 года. Через несколько минут Михаил Горбачев выступит с телеобращением гражданам Советского Союза. Он расскажет, что слагает себя полномочия главы государства. Но первым новость о крушении СССР узнает президент США. Джордж, дорогой, приветствую. Я вот хочу начать сначала с приятного и поздравить вас с Рождеством и Барбару, всю семью. Сейчас вот у меня на столе лежит указ президента СССР. В связи с моей отставкой, говорит Горбачев, я также ухожу с поста Верховного главнокомандующего и передаю контроль над ядерным оружием президенту Российской Федерации. С кем? Деведи. Прекрасный разговор. Советский Союз родился в канун Нового года и распался тоже в канун Нового года. Вот такая ирония судьбы. Когда целились в коммунизм, а попали в Россию. Империя, которую создавали несколько веков, разошлась по швам всего за несколько лет. Одни говорят, СССР был обречен, другие – он мог жить и развиваться. Что стало причиной? Национальный принцип деления территории, проблемы в экономике, политический строй. Вопросов много, ответ один – ломать не строить. Разрушение СССР было выгодно многим и за рубежом, и внутри государства. Единственные, кому это было совсем не нужно – миллионы граждан большой страны. 17 марта 1991 года в СССР состоялся всенародный референдум. 76% голосовавших, 113 миллионов человек высказались за сохранение страны. Хакасия, 2022 год. Кабинет спикера Республиканского парламента Владимира Штыгашева. В начале 90-х заместителя председателя Верховного Совета РСФСР. Народы Советского Союза приказали всем властям, вождям и всем остальным быть Советскому Союзу сохранить. А после этого три пьяных мужика собрались в Беловежской пуще – Ельцин, Шушкевич и этот Кравчук – и приняли решение распустить Советский Союз. Они там собрались, два вертолета держали в Пружанах, а там рядом Польша граница. И они боялись, что сейчас Горбачев из Москвы пришлет роту спецназа, их арестуют и в тюрьму посадят, как заговорщика. А Горбачев в это время, что он действительно спецназ посылал? Сволочь! Он сидел в Кремле, они ему позвонили, они – «Так вы мне хоть кабинетик в Кремле оставьте пока!» Спустя 30 лет после распада СССР мы продолжаем смотреть советские фильмы, напеваем популярные хиты тех лет и с ностальгией вспоминаем детство. 1986 год. Абакан, кафе «Лакомка» – 5 лет до распада СССР. На торжественном открытии кафе «Лакомка» советские школьники. Это последнее поколение детей, родившихся в СССР и еще помнящих страну, которой больше нет. Эти воспоминания разукрашены в яркие цвета детства. Шестилетнего Сашу снимает отец, телеоператор абаканской студии телевидения Павел Нечаев. Он один из тех, кто писал телевизионную летопись советской Хакасии. Спустя 36 лет на месте «Лакомки» другое кафе. Александру Нечаеву 42 года. У него семья, сын, жизнь сложилась. Сегодня воспоминания о советском детстве – как путешествие во времени. Туда, где рисуя «Миру мир» на асфальте, даже представить было сложно, что миру когда-нибудь опять понадобится мир. Гордой за страну была. Это все воспитывалось с самого раннего детства, с дошкольного возраста. Переходило все в школьные годы. Но в школьные годы уже более осознанно это все было. Действительно страна была мощная, большая, сильная, уважаемая во всем мире. По историческим меркам жизнь СССР – мгновение. Ярко вспыхнув, он быстро сгорел. Но энергии было так много, что она согревает нас до сих пор. Музыка. СССР распался, но не умер. Кто-то ищет в этом тайные смыслы, но может все гораздо проще. Он жив, потому что живем мы, рожденные в СССР. Жизнь продолжается, и как бы на протяжении веков не называлась наша страна Киевская Русь или СССР, все это было, есть и будет Россия. Так что все еще только начинается. По сведениям гидромедцентра СССР, в Эстонии 16-21 дождь, на Украине 20-25. Такая же температура воздуха в Молдавии. В Грузии 20-25. Грозовые дожди ожидаются в Армении. Температура 18-23 градуса. В Москве и Подмосковье будет по-прежнему тепло. Температура ночью 11-13, днем около 25 градусов. Продолжение следует...